всем привет давайте сделаем в автомобиле бензобак и для этого нам понадобится всего лишь одна переменная по сути не будем загадывать вперед давайте создадим в самом автомобиле back3 да давайте создадим переменную сначала она у нас будет float но единичное значение не массив так назовем это current full так но можем кстати еще сделать дубликат и назовем это макс то есть максимальный запас топлива и текущий запас топлива делаем компайл максимальная в данном случае у нас вазик там вроде бы где-то в районе 78 литров текущее значение я не знаю поставим 20 литров пусть будет так откроем переменные чтобы мы могли изменять да то есть вот на тыкаем на автомобиль и скомпилируя сохраняя мы увидим значение current full и max full на max full можно конечно не менять но данном случае нам пригодится так создаем функцию с помощью которой мы будем уже вычитать из нашего бензобака так назовем это за бак минус говорится неважно как обозвать так у этого input мы сделаем уходящее значение хотя можем на сути нет ну давайте уходящее сделаем все таки чтобы мы могли менять так дал сколько удалить значение так берем current full вычитаем float ставим это и соответственно мы далее должны записать сколько у нас получается бензина мы могли конечно вычитать единицу но можно здесь вычитать другие значения там более меньше далее давайте проверим то что у нас бензина меньше равно 0 соответственно мы должны выполнять какие-то значения для действия если же нет бензина все у нас нормально то мы по сути бак просто записываем как он есть если же нет бензобак у нас он начинает равняться нулю то есть у нас так как меньше или равно нулю бензобак равен нулю ну и дальше мы здесь должны выводить его на экране там еще что-то где-то да так это мы посчитали то есть мы получили значение теперь по сути мы должны делать уже какие-то действия вычитания берем наш тик в автомобиле и начинаем в общем проверять так наша функция ставим на тик но желательно вообще не на тик ставить ну давайте уберем стика его давайте поставим на таймер чтобы он играл так скажем начинал от старта да от begin play выберем это у нас либо таймер by event либо таймер function name да ну выберем event пусть это будет у нас свой custom event так назовем это кастом чтобы наименование не было одинаковых будем обновлять каждое определенное значение давайте поставим 0,2 и будем вычитать я не знаю 0,01 представим да ну там посмотрим может подредактира и теперь да кстати нам надо сейчас сначала на big gameplay создадим в общем виджет пусть это у нас будет наименование виджета g так это у нас хотел назвать баг но это ну ладно давайте пусть er а там дальше я переименую его так накинем сюда изображение я уже закинул сюда изображение это у нас экран создадим здесь изображение определенного размера выровняем его по правому краю допустим поставим так вроде размеры более-менее да отлично здесь у нас спидометр уровень топлива обороты и так далее то есть все необходимое все что нам нужно теперь берем нашу стрелку накидываем вот здесь у нас получается находится уровень топлива накинем сюда стрелку далее нам необходимо транспорт здесь есть у нас энгл и пивот мы должны отрегулировать так чтобы стрелочка крутилась вот отсюда с центра вот этого круга овала чтобы это сделать нам нужно менять пивот в данном изображении давайте выставим сначала 0 пусть это будет где-то размер 0,85 то есть я смещаюсь вниз вот сюда вроде бы да так но больше чуть-чуть 0,88 но по иксу мы влево вправо не двигаемся то есть сейчас смещаемся только вниз так но принципе достаточно хорошо стрелочка у нас правда длинная сейчас откорректирую поставим ее более-менее нормальное значение и теперь смотрите здесь у нас полный бензин здесь у нас наименьший бензин да так это у нас минус 124 градуса пусть это будет 0 нет минус 125 0 и получается что плюс полный бензин полный запас топлива ну пусть будет где-то 53 да теперь мы так минус 53 и минус 100 главное запомнить минус 125 здесь мы должны в общем перейти сюда в граф и создать можем создать функцию напишем давайте vg back это у нас будет функция которая будет управлять нашим изображением 1 чтобы нам поворачивать соответственно мы должны выбрать у стрелки наш angle да это у нас просто пишем angle set render transform angle вот это все получается из angle мы берем ler и здесь мы ставим значение a пусть это у нас будет минус 125 да нулевое и минус 55 это максимальное значение подсоединяем так давайте вот так вот приподниму я и теперь получается что нам надо альфа подать сюда да так теперь сохраняем все это и в автомобиле на begin play давайте вызовем sequence разделяем вначале создадим виджет да create виджет выбираем название виджета это у нас er в данном случае пока назвали давайте создадим переменную нашего виджета vg давайте экран будет ie e cr add to viewport показываем на экране ее и теперь в этом таймере мы уже соответственно должны взять наш виджет вызвать наш нашу функцию в джи в котором мы должны подать наш currentFull, но не currentFull, а давайте получается maxFull, currentFull мы разделим на maxFull и подадим это нашу альфу. То есть мы получаем, что максимальное значение у нас 78, разделяя на 20 мы получаем какое-то значение. Это у нас по сути будет 3,9, что наверное неверно. Подождите, я же, нет наоборот, я же 20 разделил на 78, получается 0,25, то есть мы до единицы доходим. Соответственно альфа у нас от нуля до единицы, но заодно кстати мы можем clamp здесь на всякий случай подать, чтобы мы не могли превысить данное значение от нуля до единицы. Минимальная 0, максимальная единица. Так здесь все, сохраняем, давайте проверим. Да, значение у нас, стрелочку надо немножко подредактировать. Стрелочка у нас убежала, потому что значение стоит крайне верхнее. Сейчас, сейчас должно быть лучше. Да, все отлично. 20 литров, давайте изменим. Вот для этого мы как раз таки и сделали. Выберем 70 литров. Так, а сейчас он у нас подтупливает. Ладно, давайте прямо здесь изменим. 70. Так, он у нас изменился и показывает полный баг. Теперь, на нашем автомобиле, на CurrentFull давайте Expulsion Spawn поставим и MaxFull тоже самое, чтобы мы могли корректно изменять все. Давайте сейчас еще раз проверим. Поставим 2 литра и запустим. Так, не меняется. В чем проблема? Так, возможно. Так, баг минус. Давайте пока временно отключим его. Сейчас будем проверять, чуть позже. Так, это в общем будем делать немножко редактирования, вводить вправки. Сейчас мы проверим. Получается сколько у нас бензина, расходуется ли оно или нет. Ставим баг минус. Теперь все вроде как правильно. Так, здесь делаем 0.1, чтобы мы могли видеть, да, расходует. Соответственно, когда вы регулируете скорость изменения, получается, в данном случае это вот эта, да, наша скорость, то есть вот эта скорость. Давайте выставим на 0.1, он, соответственно, быстрее будет падать топлива. Но если мы выставим еще быстрее, увеличим значение вычитания и у нас практически сразу все вычего. Здесь надо регулировать под необходимые нужды. Давайте на этом закончим. Далее мы будем рассматривать другие вещи. Это как наполнение бензобака. Ну и вы увидите в дальнейшем. До скорой встречи. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...